собираемся мы на доставку сегодня хотелось есть спокойно машину и завести а тут на тот что ждет здесь у меня сюрпризы здесь сюрпризы называется доченька поиграл вчера наконец-то у нас прошел дождик сегодня кстати обещали градусов 15-20 где-то так примерно на улице мне кажется теплее ну прям вообще такая кайфово теплая погода смотрите вот нас река ганга полноводие они что-то вообще мелко 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 такой дождик хороший прошел лужи вот еще стоят не знаю как долго не будут стоять я вот здесь кстати делал лежит вернее труба идет и опять видимо забила до забила опять нужно ее прочистить уходит вода сколько раз я уже чистил но проблема в том что видите машины которые здесь ездят я не знаю что места не хватает не могут разъехаться или как они вот на бровку на эту заезжают из-за или вы трубу фию не видно там она не то сейчас быстренько пробью и уезжаем в город время у нас кстати говоря 9 22 30 мая мы на доставку ездим как правило только рано рано утром почему так вот как то так так удобнее что как же так то дождь то все не кончается не кончается мы смотались город я щас быстренько перекусил чтобы мне уже потом не отвлекаться и хотел выйти не знаю камеру надеюсь консера выйти и начать работать 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 надо нам смотрите куда дождяра и как я буду работать такую погоду думаете получится мы будем пробовать да есть что получится после длительных выходных рабочие процессы идут не очень или это связано с погодой не знаю вроде сегодня поработали весь день время уже шесть часов около шести а мы толком ничего не сделали как так они я вспомнил у поросят свет сегодня сделал ой надо чистить еще у них не знаю завтра-посезавтра будем чистить не уже хватит подсыпать и пил жарко от бактерий вот тут окно убрали парешь такой-то вообще просто африка надо чистить короче все уже хватит ничего там больше греть девки он кушать хотя время конечно же что сейчас сейчас будем всех кормить у нас как всегда как всегда ветер стихийные бедствия отключили электричество мы без этого просто не умеем я кстати чем у него колесо спустил поставил на домкрат не знаю куда-то видимо или на гость или на чё заехать нет электричество нету и когда будет я не знаю мне надо ехать вот как бы ждать или не ждать электрики как всегда все подпортили вместо того чтобы выехать в пять часов выезжаю время без 28 опаздываю капитально короче тема такая нахожусь а знаете где нахожусь в крыму у нас есть закан ски есть крым крым это пермский край это нигде не будет там на югах смотрите вот это универсам то тут шаурма написано строймаркет и вот здесь продукты любимый сейчас мы узнаем какой здесь адрес вот там панфилова 14 хмели солото ориентиры если кому-то интересно то есть здесь сейчас будет продаваться наша продукция сегодня мы сюда привезли сало сегодня мы сюда привезли курочек здравствуйте это елена если что все вопросы есть задавайте скажите какой здесь адрес все запомнили воронежская 20 а я не знаю как долго здесь будет продукция я думаю что быстро и очень разберут но мы будем ее периодически приезжать пополнять значит сейчас у нас здесь появилась сало и домашняя курочка воронежская 20 а все запомнили записали пришли купили и попробовали кто хотел и никак не мог этого сделать морда морда на меня на смотрите все как круче врачи морда морда любит она свою говядину любит 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 да значит еще один рабочий день у нас подошел сегодня концу был он более-менее продуктивен нас погода не радует холодно не знаешь что одевать сегодня 31 мая утра был в шапке в куртке еще вот в этом во все к вечеру немножко разделся ну вроде бы в ночь плюс 4 обещаю вот как хочешь так и крутись и так и одевайся очередной день деревни вместо того чтобы заниматься строительством нам придется сегодня чистить чистить и еще раз чистить нужно будет почистить маша вчера начинал статья на верю свинобазы здесь чистить объемы очень большие сейчас мы будем этим вместе заниматься мух то сколько кошмар кошмар сколько мух надо у этих свиней почистить у этих свиней почистить и у бролеров ну что бролики опять подносеркали у мелких сильнее почистить смотрите буквально 40 сантиметров вниз у нас ушло да здесь давным-давно вычистили нравится порядок апельку подсыпали хорошо чтобы мухи по голове их сократилось было все шикарно вот сколько навоза получилось с одного свинарника то есть а двух рюш представляете да какой-то объем у больших свиней мы пока решили не чистить потому что вот 4 5 у меня будет увидеться цыплята после того как цыплятки выведутся я хочу произвести забой и потом уже вычистим чтобы там была чистая порядок ну вот здесь у нас опил от броликов он то увеличивается то убывает люди приезжают покупают также как и по свиному что пора двигаться дальше с чем же нам заняться как не стройка да маша маша сегодня ездила на рыбалку с верочкой но так что на пруде куда съездили не по рыбачить не знаю где поливает сегодня погода к вечеру разыграл можно даже уже снять кофту и ходить в одной футболочки возвращая карандаш который я бы зачем-то почему-то понес домой держит а вот ну что рыбак от рыбачилась еще раз вас не слышно так лишь было сегодня на рыбалку маша такой рыбалки как было раньше у тебя в детстве мне кажется уже не существует нет не существует все короче шел сегодня строительный день подошел концу результат успехи присутствуют без них никак настроение отлично потому что сегодня неплохо поработали собакин куда-то побежала я несу остатки лишнего того что мне не пригодится инструменты и материала которые необходимы будут позже сейчас покормлю собаки на скотину уже все покормили и отдыхать она уже тут я не успел выйти не стал камеру включить она уже тут вы смотрите сегодня мультюшки вот такой бонус прилетел хотите ли вы испробовать такое пойдем 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 сейчас не туда заряжаем берет радость сколько у девки ну какая вкусняшка можно 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 кушать чё где она из возюкалась я вообще никак догнать не могу мне все больше и больше вот эта серость какая чернота или ты чё решил это окрас поменять что ли или что вы какая она недовольна 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 косточку у него тут такая лежит все кушай кушай можно можно что съела или не съел что это моя косточка это моя это моя косточка а я еще не доела то он шметки шикарнейшая сегодня погода у нас прямо вообще опять лето пришло но почему-то по ночам холодно а вот днем прямо до 25 жарит 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 нас это очень хорошо девки у нас начали нестись яйца по чуть-чуть там не знаю поскольку яйцо не хожу не собираю но знаю что несут еще не все это очень хорошая новость последних новостей это все новость ладно я пошел заниматься строительством а вечером мы сегодня будем готовить вкусняшку обязательно будем снимать что же у нас сегодня на обед вкусненько как думать какое-то мясо вот только-только закинули начинаем жарить такая красотей запах то какой стоит на всю деревню смотрите какая получилась вкусно сочно ароматная нежнейшая корейка на кости смотрите какой кусочек сок прямо с него бежит давай беги в общем это очень вкусный сочи всем приятного аппетита очень вкусно рекомендую такое же блюдо приготовить где же где же наше лето где же наш бассейн смотрите среди баньку затопили маша ходит у меня тырит металлолом металлолом мой тыришь холодильник так и стоит так мы его в ней не выставили на продажу а не зарабатываешь ты вообще непонятно чем тут занимаетесь деревню не работаете даже хочу устала сегодня нет сейчас короче приедут скались за не сушками за бройлерами я так тоже рабочий день закончил но решил немножко для вас еще поснимать с последних сил как говорится да все маши тут делают теплиц смотреть смотри да ладно это потом это отдельный сюжет и был про все это на втором канале ну что пошел вас встречать раз подъедут к больше не знаю чуть снимать не то чтобы не знаю сил нет сил нету чуть заработались так что хочется и отдохнуть немножко день 3 где косточка где ты все еще и не съел смотрите сделал педикюр обгрызла но не съел давай да и уже и снова тебя косточку дам другую ты и дай да а что же нам принес сегодняшний день а сегодня у нас начали выводится цыплятки представляете а я не готов к этом не готов он они там сидят четверо ну бывает такое часов где-то за 8 до интенсивной инкубации интенсивного вывода бывают спятки вот так вот несколько штук выводится и что это значит что цыплята сегодня вывелись а нам вот эту всю партию вот эту всю партию надо пересадить эти больше эти меньше хотя разница у них всего 5 дней смотрите вот здесь цыплята и вот здесь 5 дней разницы этих нам надо всех отметить потому что они на забой пойдут раньше этих отмечать не будем пересаживать их будем в конюшни вот сюда мы будем пересаживать здесь прохладно почему-то бактерии не работают что но дверь была открыта сегодня утром прохладно в принципе вот на эту на всю площадь мы сейчас высадим всех этих броллеров вроде бы как все готово давно я не держал броллеров на напольном содержании и просто уже не помню сколько нужно воды еды вот поставили пока 4 бункерные карамушки и 3 вакуумные поилки не знаю хватит не хватились не хватит будем добавлять у меня их больше сотни 150 200 даже не знаю сколько а никто и не говорил что это легко под ручьем хотя тут всего 22 градуса особенно снизу доставай вот так вот лежишь под сеточку вот туда ползешь к ним попробую еще поймать потихонечко взял он сопротивляется тащишь его вот сюда в тазик он выскакивает и берешь второго я не выскакиваю вот это вообще а татьяна юрьевна их носить как я обожаю эту двойную работу прям хлебом не кормить дай поработать все в ролика всех убрали мартышкин труд конечно ну что делать сейчас будут выводиться цыплятки ум не они уже выводятся я еще кто не показывал или показывал вот они уже там бегу ведь я сейчас срочно включаю подогрев нагоняю температуру 35 градусов сейчас надо 24 уже поднялась кондиционер выключен все заселяем наших младенцев был дурную клетку вот что у нас здесь получилось отметили чиктоники лечить не чем из проект ведь фиолетов это те которые постарше мы будем раньше убирать вот от жаркого что-то же стало быстро быстро освоить курхаются вот смотрите они все конечно прикольно классно но мне это вообще не нравится клеточное содержание все таки как ни крути лучше вот они у нас получается здесь где-то какие-то будут до 15 июня какие-то где-то до 20 25 вот так вот времен после 25 мы всех уже уберем бессонная ночь опять у меня была хожу как зомби где я кто и зачем и почему что произошло что цыплята ты выводится и выводится никак процесс не останавливается плюс люди едут забираю малышей карандаши вот надо еще рассаживать отсюда убирать позна камера надеюсь не запотеет здесь умер 35 градусов температура оптимальная вот наши цыплятки ой дурачь его зачем воду-то залез вот там тоже еще один вот я не знаю что у них происходит вот нет кто-нибудь да где-нибудь да залезет воду цыпочки наш коп 500 от я почему-то думал роз 308 это коп 500 а как я отличаю а вот по пятнышкам видите серый пятнышки такие у них есть значит это коп 500 хорош несмотря на все это что я не выспался стучусь плюс они очень хорошо надо идти работать маша он уже что-то там на улице колдует я что же буду просто поспать мне толком не дадут сейчас будет за цыплятами приезжай только вечер пораньше надо будет лечь как же прекрасно когда ты просыпаешься с утра выспался у тебя полно сил ночи тебе не надо было никуда бегать вставать просыпаться там за цыплятами куда-то бегать носиться из инкубатор их доставать хорошо хорошо себя сегодня прекрасная себя сегодня чувствую прямо из меня прет эта энергия сейчас мы зайдем посмотрим что у нас там в птичнике инкубация наконец-то завершилась я сегодня выспался я полон сил я хочу работать я хочу что-то делать сначала мы посмотрим наших курочек которые уже несутся вот так вот у них тут дела все хорошо все замечательно это огород и там помашенной теме там у нас стройка это моя тема мы идем в птичник самое стрёмное конечно после инкубации это мыть инкубатор тут просто вообще от это на все доставать все лотки сетку все все вообще короче тут капитально надо мы чистить это очень много времени отнимая здесь у нас наши цыплятки 35 градусов температура оптимальная корма вода еда все хорошо коп 500 чехия вот смотрите максимально практически заполнение брудера люди приезжают потихонечку забирают вот какой-то инвалидик один не знаю выжить не вижу не всех плохих цыплят я либо себе оставляю либо вообще их убираю продажу конечно же они не идут это практически все цыплята у нас на продажу корм вода еда свой ой 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 что в первую очередь я буду выселять вот эту верхнюю клетку потому что там все таки пожарче а потом уже вниз будем спускаться и потихонечку потихонечку освобождать каждой клетке у меня сидит по 40 цыплят потом я их рассажу когда становится ну когда они начинают подрастать кстати если вы не знали вот коп 500 и рост 308 коп 500 они рождаются совсем малыши такие мелкие рост 308 чуть побольше не знаю полезно ли кому-то эта информация или нет наша собака копыта не съел вот не села она я уже и разрубил ее на что-то там обладала немножко больше не стал и больше она не стала и глаза грязные медвей жака ты зла зубы там вот такие уструю уструю но хорошая девочка хорош короче вчера у меня такая была заморочка большая я никак не мог купить комбикорм представляете на глазовском комбикормом заводе нету комбикорма свиного я неделю ждал вчера пятница мне надо было короче по-любому загрузиться в пятницу привезут у меня конечно его в понедельник вот вчера загрузился еле-еле представляете на самом комбикормом заводе нету комбикорма мне сказали что он будет потом его не будет короче целыми там не знаю днями меня завтраками кормили неделями неделю практически завтраками меня кормили вы ничего все обошлось вчера загрузился и хрюшки у меня голодом не останутся осталось буквально два мешка комбикорма для хрюшек если бы я бы его не купил то было бы очень плохо а так все будет хорошо и замечательно голодом никто у нас не останется почему кстати я затронул тему комбикорма потому что многие кто приезжает с цыплятами говорят что в пермском крае глазовского комбикорма нет в продаже вообще его нету представляете дожили даже комбикорм уже не купить не говоря уже про остальное что-то все как-то у нас на спад на спад идет когда же уже будет подъем сломали поилку вакуум вот трещина я решил провести эксперимент я не знаю что в итоге получилось вот она как бы заклеилась как думать с помощью чего я заклеил то есть трещина была большая можно было конечно супер клеем попробовать меня вот на эксперимент решился это ребята вот вот это пеноплекс и бензин взял бензин туда ложим пеноплексом растворяется вот получается такая гуще и вот я замазал сейчас наберем воду поставим посмотрим как будет держать как он такая идея думаете будет держать не будет слушайте а держит держит вообще такое эластичное я не знаю как это назвать склейка такая очень эластичная получилась я не знаю слышно так пальцем скрипит как будто не получается что до скрипа ну гладкая такая штука получилась вот сейчас водой поставил постоит немножко конечно вообще вот это штуки на выброс все это думаю почему бы не попробуй прикольно получилось неожиданно кстати решение такое что так вот можно склеивать что-то не знал что так может я немножко псих и ну короче выкинулся старые ножи помните мне из англии присылали ножи офигенские просто ножи думаю пора пришло время и достать очень крутые вот еще там еще есть но они уже очень крупные короче маша тут резал хлеб где скатерть где же где же где же закоцан а вот того вот смотрите резала на тряпки на тряпку не на тряпки на полотенце на полотенце резал то есть полотенце провязала скатерть полезные стола сейчас закоцан до того острые нужно постарать вот такие вот классные ножи я вот на классике классики жара сегодня у нас вкусный холодный рекомендую всем ничего идем на улицу снова люди приезжают за цыплятами прямо вообще всех пробилось эти цыплят надо курить всем на отвлекаюсь от работы так как сегодня выходной суббота поработали до обеда немножко после обеда ну и пора уже тоже немножко отдохнуть как вы считаете по выходным стоит отдыхать или все таки нужно полностью вкалывать субботу и воскресенье я считаю что нужно вкалывать но и отдыхать тоже на